11.06 в Кире. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. Приветствуем. Вас можно немножко поностальгировать. Четыре года назад, ровно четыре года назад, я был в отпуске и в этот день сочетался браком. Да? Да. А я хорошо помню этот день. Помнишь, как редакция приходила и поздравляла? Как мы бежали отсюда из редакции, вот в ближайший ЗАГС, вот тут на улице Октябрьский проспект, махали руками, букетами. Улыбали. Фотографировали. Дарили цветы. Поздравляю вас. Спасибо большое. Поздравляю вас, Татьяна. Слушай, как один день. Конечно. Как один день. А дальше время полетит еще быстрее. А дальше еще быстрее, видимо, да. За эти, кстати говоря, четыре года два сына. Два сына, да. Молодец. Результативно. Спасибо. Спасибо. Давайте работать. Давайте анонсировать. Да, вы это старается. Сейчас было от нашего гостя. Да. Давайте работать. Давайте сразу представлять. Сразу заявляем о том, что будем говорить о дорогах. У нас уже традиционная встреча с нашими гостями. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом дорог. Добрый день. Добрый. И Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Андрей Ильич, добрый день. Добрый день. Все, кто наблюдает сейчас за нами на сайте хокерово.ру, где идет прямое видео и аудиотрансляция нашей программы, видят, что мы обложили здесь ноутбуками и планшетами. Это значит, что сегодня будут цифры, сегодня будут отчеты. Задавайте свои вопросы по телефону 211-101. 211-101 – это номер телефона прямого эфира 8909-720-101-0. Номер телефона для ваших смс. У нас с Володей есть вопросы о инженерах, что называется. То есть такие глобальные. Есть и частные вопросы от каждого из нас. Мы тоже люди. Мы тоже в этом городе живем. По этим улицам ходим. Но прежде всего, конечно, нам хотелось бы узнать, что произошло с участками дорог, которые были отремонтированы после урагана. Да, мы начинаем, собственно, с того, как такая погода нетипичная для середины лета влияет на ход ремонта дорог. Вот, Андрей Юрьевич, какие коррективы приходится делать в связи с такой дождливой погодой? Ну, в принципе, конечно, оно затрудняет нашу работу, да, но таких уж прямых, в принципе, критических ситуаций мы как бы не заметим. Ну, нету таких, да, скажем так. Ну, дождь, лето же лето, да, и дожди присутствуют. В принципе, все равно мы находимся так более-менее в графике. Есть отставания, но они не такие незначительные. Давайте конкретно. Какие отставания, где, на каких участках можем? Ну, отставания у нас, скажем так, незначительные. Они у всех, что сдаются, у нас почти по всем объектам, да, несколько дней идут задержки. И тем самым подрядчик, правда, несет штрафные санкции, соответственно, согласно нашего контракта, да, 44-44-му закону. То есть погода в данном случае не является форс-мажорными обстоятельствами? Ну, подрядчики будут судья отстаивать уже свои, как бы... А высказывали уже такие намерения? Ну, вы уже выставили штрафные санкции на 3,5 миллиона уже на сегодняшний день. Это вы выставили? Да, дирекция дорожного хозяйства. А за что конкретно? То есть дорога, я полагаю, что дорога должна быть уже быть сдана, но она не сдана. И вот как раз штрафы идут за это. Да, штрафы идут за это каждый день. Просрочки, соответственно, фиксируются. И после того, как подписываются акты введения в эксплуатацию данного участка дороги, соответственно, потом наши юристы выставляют штрафные санкции. А какие улицы можем привести для примера? Ну, фактически все 25 улиц, за исключением, ну, порядка 20 улиц, она везде есть. Ну, просто у меня сейчас... Везде есть просрочка. Хотя я могу сейчас вам даже точно сказать. Ну, вот накануне мы готовились и Романа Ердякова посмотрели, да, которая должна ремонтироваться 6 июля. Это там другая история. Это с ураганом никак не связано. А у нас есть телефонный звонок, пока Андрей Юрьевич смотрит улицу. Давайте его примем. Слушаем вас, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Борис Колупаев, Киров. Да, Борис. Очень часто езжу по улице Милицейская, и такое ощущение, что там ее взрывали. Милицейская, какой участок конкретно? От Ленина до Карла Маркса? В районе рынка. В районе рынка, от Ленина до Карла Маркса. Да, Борис, скажите, пожалуйста, у нас такой вопрос к вам. Вы вообще заглядывали, смотрели на список дорог, которые утверждены к ремонту в этом году? А где можно посмотреть, посмотрю, не смотрел. Да, смотрите, есть на сайте городской администрации, есть, практически, если наберете в поисковике, в СМИ все выкладывали в мае месяце еще этот список. Ну и мы сегодня дополнительно, давайте договоримся так, что мы сегодня выложимся на сайте eho.kira.ru. Ремонт дорог Киров 2017, и вам сразу массу сайтов. Да, да, да. Спасибо. Ну и мы тоже выложим. Милицейская. Константин, подскажите, помогите, она не запланирована в этом году. Нет, почему, в этом году она запланирована, милицейская. Да, есть, есть. Она ближе к августу будет ремонтироваться. Сейчас точно, попозже немного скажу, кто именно подрядчик будет по этой улице, да. По крайней мере, у нас по милицейской тоже идет, ну не скажу, что вал обращений, да. Но обращения есть, практически на все отвечаем. Обращения куда? В группу, в общественную палату? В общественную палату идут обращения, люди тоже спрашивают, просто многие ездят по милицейской, многие знают мой телефон, то есть лично звонят и спрашивают. И по крайней мере, милицейская будет в ремонте, но позже. Позже? Да, позже. Сейчас, на сегодняшний день, все ремонтируют. По милицейской, по милицейской конкретной даты. Давайте я посмотрю, давайте все-таки... Сейчас я могу открыть, конечно, да. Вопрос, Андрей Юрьевич, по поводу задержек. По поводу задержек, вот могу вам сказать, что на сегодняшний день у нас... Так, улица Труда, 182 тысячи штрафов, улица Украинская, 245, улица Деповская, 177, Горбуновая, 99, улица Горького, это в Ленгасово, 356 тысяч, улица Спортивная, тоже Ленгасово, 142 тысячи, Малая, Молодой Гвардии, 59, МОПРы, 36, ну, в общем... По всем, ну, около 20 улиц вы говорите. Да, да, да. А сказали вы, что, возможно, несогласные строители пойдут в суд, а есть такие уже разговоры, намерения? Ну, вот у нас уже в суд направлены, вот, по крайней мере, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, семь уже... По семи конкретным участкам, да? Да, по семи конкретным участкам уже отправлено в суд, и в суд будет решать, если подрядчики предоставят все свои данные, ну, скажем, там, с погодой, все справки все принесут, если суд примет решение, мы тут же государственный контракт по-другому не можем. То есть они могут сказать, что погодные условия были такие, это несовместимо, да, с технологией укладки асфальта, и поэтому были задержки... Да, все необходимые документы приложат туда, суд посмотрит, скажет, да, примет решение, скажет, да, простите. Это же все обращение в гидромедцентр, нужно выдавать вот эти все документы. Если суды благополучно завершатся для ДДХ, на что пойдут эти деньги? Ну, они пойдут в бюджет, там уже бюджет будет решать уже, как они лично в ДДХ не пойдут. Нет. Точнее, замазаны. Нет, я думаю, что с правом маркированы, да. Нет, давайте так, вот эти деньги, они как бы с какой-то точки зрения, они окрашены, их можно так их назвать, да. Окрашены, да. Потому что, вы сами понимаете, это финансирование федеральное, ну, софинансирование с федеральным бюджетом, и они пойдут на программу БКД. Я не думаю, что эти деньги... Безопасные, качественные. Это хороший, интересный вопрос по поводу окрашивания денежных средств. Ну, не раз его тут поднимали, к сожалению или к счастью. Очень часто и штрафные вещи, они все идут в общий котел, а там уже распределяется на необходимые вот сейчас прямо нужды. Но надо уточнить, в следующий раз расскажем. Еще один звонок, да. Слушаем вас, Аллом. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Надежда. Надежда, коротко, пожалуйста. Я хочу заступиться за дорожников. Все лето шли проливные дожди. Это не их вина, что их штрафуют, это неправильно. То есть, сами требуют, чтобы асфальт не клали в воду, и тут же их штрафуют. В следующий раз никто не придет на ремонт дорог. Да ладно. Действовать. И еще второе, я хочу сказать, что вот на Диповской, значит, половину заасфальтировали, а ту половину, которую в прошлый год, там ямы заделывали, там одни ямища огромные. Мы помним ваш звонок, и в прошлый раз говорили об этом. Понятно, спасибо, Дубовская. Ну, я посмотрела, возвращаясь к звонку Бориса, который спрашивал про улицу Милицейскую. С 5 сентября по 3 октября включительно планируется отремонтировать улицу Милицейскую от Ленина до Октябрьского проспекта. И ответственен за это подрядчик МУП КДМС. Диповская? Диповская. Диповскую там сделали часть, да. Вторую часть, она не вошла в БКД, соответственно, будем как-то в рамках ямочного ремонта. Я думаю, что исправим это положение. Я сам каждый день там езжу по этой дороге, сам это все ощущаю на своем автомобиле. Все эти кочки, ямы. Когда решение будет приниматься? Ну, я думаю, сейчас мы посмотрим. По оставшемуся участку. Да, как у нас в бюджете, я думаю, что все равно мы этот вопрос выровняем. По конкретной, я сейчас не могу именно подать и сказать, да. Но думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос все равно будем смотреть, как-то выравнивать ситуацию. Потому что не одна такая Диповская, а их много таких улиц, которые не вошли в БКД, но все равно они находятся в аварийном состоянии и приводят, соответственно, на разрушаются автомобили и всем некомфортно ездить, тем более общественным транспортом. Как раз могу сказать по улице Диповской, мы тут подводили промежуточные итоги голосования, которое идет в общественном палате. Да, на 2018 год ремонт, да? Да, на 2018 год за Диповскую активно голосуют. Понятно, она не в первых списках, но, по крайней мере, в первой десятке Диповская есть. И вот как раз этот участок, я думаю, в 2018 году, согласно голосованию, будет все активно сделано. Понятно, мы сейчас прервемся на короткий перерыв, буквально одна минута и вернемся в студию. Продолжаем разговор с нашими гостями. Анрием Менькиным, руководителем дирекции дорожного хозяйства города Кирова и Константином Сичихиным, активистом УНАЭФ, членом рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Владимир Сметанин и Светлана Занько сегодня работают в студии. И такой блиц у нас, да, организуется? Наши вопросы, вопросы наших слушателей. 211-101 номер телефона прямого эфира. Звоните, мы будем принимать ваши звонки. Но все-таки хотелось бы продолжить разговор о том, какой урон вот такая дождливая погода наносит деятельности строителей. В частности, есть факты, которые очевидны, как нам кажется, свидетельствуют о том, что было допущено нарушение в ремонте дорог. В частности, сообщалось о том, что непогода и разрушен новый асфальт на проспекте строителей. Что произошло? Ну, смотрите, какая ситуация там произошла. Там к асфальтовому покрытию, конечно, дождь отношения особо не приложила. Разрушилась ливневая канализация, которая у нас уже была, ну, скажем так, в аварийном состоянии находится. Потому что малые диаметры, соответственно, не рассчитаны. На такой объем воды. Да, на такой сток воды, конечно, если на простые обычные дожди, она рассчитана, и так более-менее, скажем, справляется, там, ну, может быть, на земле. Скорее, менее, чем более. Ну, да, менее или более-менее, да, вот в каком-то формате. Но, соответственно, когда вот этот ливень большой, да, ураган прошел, она не справилась, и просто давление вот этой воды подняло асфальт. Там разницы бы не было, какой он бы там был, самый толстый, там, я не знаю, хоть даже бетонная плита была, если там разрушилась бетонная, бетонный колодец, эту плиту саму подняла, и там все произошло разрушение, вода пошла под асфальто-бетонное покрытие, подняла его. Ну, это тут, к подрядчику здесь, как бы, никаких претензий быть не может, потому что... За чей счет будет ремонтироваться этот участок? За счет бюджета уже посчитали, там, порядка 700 тысяч у нас получилось это все. Вот в этом конкретном месте? Да. А что все? А что все? Ну, колодец он будет переделать, он будет переделать основание, там же надо было полностью основание переделать, соответственно, всю подушку сделать и уложить асфальто-бетонное покрытие. Расширяться будет это отверстие? Да, естественно, 200 квадратных метров будет замениться полотно. 200 квадратных метров. Не просто что только возле, а именно вот эта вся часть, которая подмыла туда, которая получилась водонасыщение большое, из-за этого, соответственно, все будет. Там сейчас выставлены какие-то предупреждающие знаки? Ну да, там ограждения, все, конечно, чтобы туда машины не падали. Ну, вы сами понимаете, у нас очень большая проблема с ледневкой в городе, и она практически не только в городе Кира, она по всей России эта проблема с ледневкой существует, потому что ливневая канализация не занимается уже годами. И мы просто-напросто, это те плоды, которые, как говорится, копятся годами на сегодняшний день. И мы видим с вами, что город просто утопает в воде. Даже если небольшой дождик сейчас на сегодняшний день пройдет, то на улице Ленина, в районе улицы Блюхера, там целое море образуется. И в районе улицы Карла Марса, это везде повсеместно. Но ведь вы, прекрасно, понимаете, что это очень опасно. Не заниматься ливневой канализацией уже масса примеров по стране этим летом, весной, когда машины целиком проваливаются туда. Это не только опасно. Настолько подмывает это. Мы с вами просто будем наблюдать, как наш новый асфальт, который укладывается, он просто будет смываться годами. И мы сейчас наблюдаем, что идет колоссальное разрушение дорожного покрытия по всем участкам. Я не говорю уж про новые, а говорю именно про старые участки, которые ремонтились год, два, назад, три. Идет колоссальное разрушение. Мы видим, как просто-напросто ямы, если у нас весной они растут, как грибы, так у нас после каждого дождя ямы растут, как грибы. И люди жалуются. Постоянно в социальных сетях нам идут фотографии. 211-101, номер телефона прямого эфира. Говорим о продолжении ремонта дорог в Кирове. Оцениваем качество, сроки исполнения, урон, который нанесен дождями. Вы сами можете звонить нам и рассказывать о том, где и что происходит. Задавайте вопросы нашим гостям. Напоминаю, Андрей Минькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства в гостях у нас. И Константин Сечихин, член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. У нас есть телефонный звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый, как вас зовут? Сергей. Да, пожалуйста, вопрос. Меня вот интересует вопрос улицы Жуковского. Там, значит, СССР полполотна вскрывала, проложила что-то под полотном. А кто дает разрешение, что на проезжие части они кладут? Интересно очень. Насколько там, поясните, масштабные разрушения проезжей части? Нет, они просто под дорогой проложили свои коммуникации под полотном дорожным на улице Жуковского. Я вот там живу, и я видел, что они эту каналу засыпали едва-едва. Ничего не утрамбовывали, и что будет с этим новым асфальтом? Вообще интересно, кто дает разрешение под автомобильной дорогой прокладывать коммуникации? Есть уточняющий вопрос у наших гостей? Ну, разрешение непосредственно мы даем, но мы также и принимаем это устройство. Ну, под самой дорогой, что Жуковского недавно делали, совсем там не было никаких... В каком это месте? Можно уточнить тогда, чтобы я, соответственно, скажу нашим службам. У нас каждый вид работ, если подрядчик выполняет, да, кто там, и ККС, и КТК, или там еще любая подрядная организация, которая... Давайте еще раз уточним. Какой участок улицы Жуковского вы имеете в виду? Новый, от магазина пингвина, самолета, и до своего дома. Новый участок. Открывала дорогу Жуковского полотно. Когда это было? Это было еще до ремонта. Это весна. В зиму было. Да, вот я могу прокомментировать вкратце. Спасибо. Мы должны понимать, что, во-первых, любую сеть даже прокладывает, там 100% был проект, в рамках проекта застройщик данную сеть перекладывал, либо укладывал новую, либо ввел новую к дому, да. Все согласно проекту, и дирекция домохозяйства выдала разрешение на прокладку согласно проекту, и в дальнейшем ответственность будет нести, во-первых, тот застройщик, который эту сеть положил, да, во-вторых, я не думаю, что там какой-то провал произойдет. Там ремонт уже произошел после того, как была проложена траншея и засыпана. У нас практически все сети находятся под дорогами, и мы с вами, как бы, говорить об одном участке, если взять весь город, так у нас везде сети идут, то холодная вода, то горячая, то канализация, то ледневка, и вся идет под дорогами. Очень мало идет вдоль тротуаров и обочин. В общем, вы пока предлагаете наслаждаться новым асфальтом. Да, пусть наслаждаются и радуются ездить. Не жить страхами, когда там что провалится. Не надо про какие страхи, но то, что провалится. Мы еще к Ливневке, кстати говоря, вернемся. У меня будет вопрос к Константину, пока примем звонок слушателя. Добрый день, Алло. Добрый день. Как вас зовут? Евгений. Да, пожалуйста, вопрос. Я сейчас слышал, ваш гость сказал, что вот ничто у вас не копается, дороги не скрываются без разрешения, да? Вот сейчас был по улице Жуковская вопрос. У меня вопрос рядом там с Сутирино, между пятым и третьим домом. КТК вскрыли асфальт здесь, вот, и работа вся стала. Говорят, тогда у нас разрешение будет, тогда мы через две недели закончим. Я вот подходил к мастерам, к рабочим. И как это так делаться, говорят, без разрешения не сделать. Они тянут дом там, вот на Жуковского новый дом, теплотрассу. И как бы, и сейчас вот все вырыли, разрешения, видимо, нет. И все так вот и стоит. Яма там три метра глубиной. Не проехать, не проехать. Асфальт там новый, не новый? Какая разница, мы пользуемся там многоэтажные дома сейчас. Не подъехать к нему, ни мусор не убрать, ничего там. Вообще ужасно. Ну, это, скорее всего, что прилегающая территория, там уже нужно жилищное... Да у вас, гость ваш говорит, что все без разрешения, ничто не делается. Это разрешение прилегающей территории дает жилая инспекция или там у нас... Вот смотрите, давайте так, во-первых, надо... Сначала вырыли, а потом разрешение... Мы вас услышали, сейчас Константин Сетихин вам прокомментирует. Вот давайте так, вот смотрите, по вашей ситуации, посмотрите, я слышал про эту ситуацию, что там вы говорите КТК, потом там говорили, что застройщик какой-то копает, а не КТК это... Да, вот давайте, вы говорите своим, как говорится, языком. КССК? Да, там говорят, что КССК копает, а не КТК копает, во-первых, да? Ну да. Во-вторых, с разрешениями и без разрешения, это было видео, как говорится, я смотрел, не помню, на каком канале, там КССК комментировал, что у них было разрешение на выполнение ряд работ, которые, когда они дошли до частной территории, частного дома, да, дальше они сейчас получают разрешение, но это я тоже, то, что я увидел своими глазами. Копали, 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 докопали до частной территории, и теперь они могут получить разрешение. Сейчас пытаются с домом договориться, чьи собственники этой территории на сегодняшний день, да, и в связи с этим вот данная проблема возникла. Вот и все, это стандартная ситуация. Давайте мы сейчас отпустим нашего слушателя и все-таки здесь возьмем на заметку. Эта ситуация может быть и стандартная, но неприемлемая, Константин, потому что, когда город выдает разрешение на то, чтобы вырыли яму, он что, не видит, что там будет еще эта яма на территории частной? Он что, не может заранее собрать всех там жильцов и в единый момент выдать разрешение? Это что, не городская, что ли, обязанность? А помните, мы с вами как-то договаривались собрать всех застройщиков на что-то, я так и никого не собираю. Нет, застройщики готовы, они у нас были по другим теме. Давайте будем собирать и будем обсуждать эти вопросы. Почему? Потому что у нас очень много проблем идет в этом плане. Когда застройщику выдают разрешение на производство работ земельных, а в итоге они сталкиваются с глубокими проблемами с этими же частными территориями. Вопрос, кто выдал разрешение. А выдал разрешение либо администрации, либо дирекции дорожного хозяйства данной ситуации. Прекрасно. То есть по этой теме мы можем пригласить КССК Денису Крутихину. Он уже был неоднократно в нашей студии. Город и вас, Константин. Замечательно. И мы с вами обговорим. И как раз вот эту проблему связанную с Сутырино мы можем обсудить и пригласить жильцов этого дома. Потому что эта проблема очень буквальная. Сейчас там в том микрорайоне стоит. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы обсуждаем дороги. Все-таки я обещала вернуться назад к ливневкам. Тоже, Константин, вопрос вам. Ну, может быть, поддержит и Андрей Юрьевич Минькин. Вы говорите, ну вот, ситуация по всей стране одинаковая. Длится она годами. Значит, десятилетия не строилась ливневка. Зарывалась она в грунт. Вот все. И что? И что? Эту ситуацию мы будем ждать ее решения до следующего федерального глобального проекта? А как вообще, когда запускалась программа качественной вот эти вот дороги? Они что, не знали об этой глобальной проблеме на всю Россию? На что сейчас они бухают бабки огромные федеральные в дороге? А ливень пройдет в любом городе России и дорожки не станет? А вот знаете, вопрос-то интересный с одной стороны. А что? Деньги-то наши. Куда, Паш, пойдут в итоге? А что? А как? А где? А когда? Вдоль дороги? Мы много вопросов задаем, да. А отвечает за это кто? Администрация города Кирова, да, на сегодняшний день, если мы поговорим про город. А нам говорят, что мы схему будем делать, только схему по ливневке мы будем делать в 2018 году. Класс. То есть мы закопаем вначале от денежки, вот так вот разложим их по дорожке. А потом будем делать схему ливневки. А помнишь в нашей студии уже бывший начальник про ливневку? Благоустройство транспорта говорил, Вячеслав Семаков говорил о том, что 24 миллиона стоит только проект ливневки, только его создать. Ну, даже не проект, а схема. Схема, схема. 24 миллиона. На город. На сегодняшний день говорят уже 8 миллионов, это будет схема стоить. Но суть в том, что... С кем-то стартовали? Андреевич, присоединяйтесь, мы видим, что... Нет, ну да, это... Сейчас вот дали нам предложение 8 миллионов. Но это схема еще, это не проект даже. Это просто схематически будет указано, где, что, как, куда направлено. А если разработать проект, то это более глобальный проект должен быть содержать и диаметр труб, и куда соединение, какие дворы. Очистные сооружения должны быть в первую очередь. У нас все в рельеф, вся ливневка сбрасывается и в вятку, и в рельеф уходит. Да и канализация, как выяснилось, вот уже течет после этих дождей в вятку прямо через набережную Игрина. Экологическая катастрофа, как говорится, может быть не то, что там это... Я ведь не зря к Константину обратилась, потому что мы хорошо это контролируем. УНФщики вообще очень активны, они контролируют все. Но заявите на очередном своем форуме, что, друзья, эта программа великолепная, качественная дороги. Но этих дорог не будет, Владимир Владимирович Путин, по вашему распоряжению, к 2025 году и к 2018 тоже. Потому что все смоет дождем. Остановите вовремя этот процесс. Скажите, что это глобальная проблема, что давайте сначала ливневку, потом все остальное. Или увеличивайте какие-то финансирования. Мы прислушаемся к вам, конечно, к вашему обращению на данный момент. И если это будет... получится, значит обратимся. До рекламы хочу еще, да. А если тут, если вообще подойти глобально к этому вопросу, конечно, тут нужно делать тогда капитальный ремонт. Но тогда уже это будет не один миллиард, а это сто миллиардов уже будет, соответственно. Понимаете, если мы сейчас начнем с вами, чем глубже копать, да, у нас после ливневки пойдет еще куча-куча всего. У нас тротуары не делаются. У нас это не делается, это не делается. Но тротуары-то смыло нынче тоже, в связи с тем, что нет ливневки. Возьмем просто-напросто, снесем кировки. А какое у вас предложение, Константин, не париться, как вы сказали, радоваться пришедшим деньгам и тихонечко латать дороги? Это предложение. Я говорю, надо делать дороги. Делать дороги. До рекламы еще один уточняющий вопрос. Андрей Юрьевич, сказали сумму, я имею в виду провал на строителей, когда, собственно, ремонт там произойдет? Уже в течение недели или 10 дней, я думаю, в течение 10 дней, наверное, все это будет готово. Уже потому что приступили, уже все уточнили, все это под контролем держится. Так же, как и все разрушения, которые эта непогода нам принесла, соответственно, все уже обсчитано. Буквально завтра, я думаю, что с главой города мы это все обсудим, откуда будут финансирования. Потому что так не оставим, потому что я сам езжал на набережную, и там все разрушилось, там везде как будто после войны. Ну, хоть не все, слава богу, но разрушилось. Тротуара нету, спускаться, если вниз к нам выезжать. Как и по улице Ленина тоже. Как и по улице Ленина, так не все, но частично. Так, реклама короткая, две минуты, после этого снова в студии 211-101. Продолжается наш разговор с Андреем Менькиным, руководителем дирекции дорожного хозяйства, и Константином Сичихиным, руководителем группы общественного контроля за ремонтом дорог. Группа работает, напомним, при общественной палате. Мы приглашаем вас в беседе 211-101. У нас есть телефонный звонок. Есть уже, да? Добрый день, вы в эфире. Алло. Добрый день. В прошлом году в Слабасском делали дороги. Как вас зовут? Владимир. Владимир, мы сегодня говорим о городе Кирове. Ну подожди, ну давай, может быть, Константин сможет прокомментировать. Конечно, мы слушаем. Владимир, да. Можно ли узнать, там делали дороги на Горьковской горке, возле ДК, на Вязаном тракте и в сторону Пиромасском. Эти дороги сейчас все потрескались. Можете ли узнать, кто подрядчик этой организации? Будут ли дороги на гарантии, и кто будет нести ответственность? Константин, конечно, рекламу подрядчику говорить не будет. Не буду. Вам известно, да, ситуация? Да, нам, конечно, известна ситуация. В ближайшее время мы собираемся рабочей группой выехать в город Слабасской. Посмотреть как раз те объекты, которые были сделаны в этом году. Потому что по Слабасскому все работы уже закончены. И, конечно, жалобы или обращения по Слабасскому по тем дорогам, которые делались в том году, они имеются. Поедем смотреть, в каком состоянии они находятся. Ну и постараемся позвать туда того подрядчика, который выполнял работу этого года. То есть на гарантии все-таки находятся? Конечно, они на гарантии находятся. А в ближайшее время, вы говорите, это в какие сроки? Ну, это где-то будет конец либо следующей недели, либо этой даже недели. Хорошо, мы возвращаемся к графику ремонта дорог. Вот вы сказали, Андрей Юрьевич, что все дорожники, в принципе, идут более-менее в графике. Но из-за погодных условий на 3-5 дней опаздывают. Им выставляются штрафные санкции. Я смотрю на график ремонта дорог. Я не вижу свежего. Но вот то, что выкладывалось весной. Улица Романа Ердякова, которая уже просто притчевоязыцых в зубах навязала, что называется. С 6 июля должен был начаться ремонт. И по 8 сентября его должны были завершить. Вы были на улице Романа Ердякова? Конечно, я был везде. У меня там родители живут. Я к родителям ездить отказываюсь. Потому что вот то, что... Семья рушится. Семья практически рушится. Это кошмар. Это кошмар. 6 июля. Уже вопрос мы держим под контролем. А что произошло? Да ничего не произошло. 6 июля, сегодня 20. Нет, это начало. 26, 20 дней прошло. Мы говорим о конце, о окончании ремонта. Если окончание ремонта сдвигается, тогда подрядчик говорит, что сейчас он выйдет и, соответственно, выполнит все работы и уложится в сроки. Мы не поняли, что значит сейчас. Почему он с 6 июля не вышел? ГДМС. 6 июля это не означает старт. Фактически день начал не работать. Есть конечная дата. Это 8 сентября 2017 года. Мы видим. И в данной ситуации... А 20 дней просрочки вас никак не беспокоит, что ли? Нет. Просрочки же наступают не с момента первого даты, а с момента последней даты. Нет, секунду. Вы заявляете людям, когда выставляете этот график, что все были спокойны, что работы на вашем участке начнутся с 6 июля. 20 дней прошло. Нам народ звонит в редакцию. Мама моя практически там срывает мне телефон и говорит, да что ж ты не можешь навести порядок. Я-то, конечно, нет. Но задать-то вопрос могу. Как так 20 дней просрочки? В связи с чем не начата работа на кирпичной? Просрочка начинается после... Это мы поняли. Почему 20 дней не начинает работа? У них какие причины-то? Дождь. А другие строят, и вам ничего? А здесь нет. Почему именно? Давайте мы не будем сейчас... Вот у вас там родственники. У меня тоже родственники на многих улицах живут. Я же тут не поднимаю панику. А почему улицы в Москву не начали на сегодняшний день делать? Давайте вы просто объясните, в связи с чем 20 дней закончили. В связи с задержкой начала работ на этом конкретном участке. То, что они могут уложиться, окей. Но почему задержались с выходом? Андрей Ильич, так по многим улицам задержались с выходом-то. Ну это не то. Нет. Почему конкретно? Здесь просто вот они как бы стоят... Я не знаю, вот здесь именно почему так поставили. Вообще у них начало контракта стоит у всех как бы 15 мая. То, что когда они разыграли контракты. У них идет старт с 15 мая. Но есть конец, окончание выполненных работ. Они не должны уходить за окончание. Они должны в этой графике. Если они уходят, соответственно, мы их наказываем. Если у них просрочка идет после вот именно этих дней. Истечения, собственно. А вам известно, хорошо, другой вопрос. Вам известно, когда начнутся работы на улице Кирпичной? По улице Кирпичной... Ярдякова, Романа Ярдякова, да. Ну вот, на днях должны начаться. Но если что хотите, я вам специально уточню. Потому что сейчас у нас первоочередная есть. Там тоже улицы, которые сейчас должны начать. Я сейчас в этот момент, ну, просто мне нужно поработать. И тогда... Ну у нас две улицы, на самом деле, которые вызывали максимальное количество нареканий. Это Комсомольская и Кирпичная. Вот Комсомольскую тоже сейчас у нас уже. Проспект строителей. Киров-Русская. Киров-Русская. Которые сделали. Ну, видите, все же делали. Северо-Садубы. Северное кольцо. И все эти улицы, да, сейчас они уже... То есть сила ГДМС пока что брошена на другие участки, так? Потом она, соответственно, сейчас они заканчивают. И вроде бы как раз должны сейчас перейти на Романа Ярдякова. И Рейдовые у нас улицы сейчас вот тоже там уже начали. Да, вот здесь все критические улицы. Ну, понятно, что самые основные хотели сделать. Это проспект строителей, может, большие такие. Вы не должны на меня обижаться за мой напористый тон. Я на вас не обижаюсь. И тут нажимаю на мои дела, конечно. Я наоборот, почему я взял себе под контроль, на карандаш записал. Просто нам ведь звонят, понимаете, Андрей Юрьевич, каждый день. И говорят, ну вот же они написали, что 6 июля. И каждый день ведь так звонят и говорят. А все нет и нет и когда. И мы должны что-то отвечать, поэтому мы вас и спрашиваем. Я понял, Светлана. Хорошо, мы в следующий раз мы сделаем наоборот. Мы поставим именно конечные сроки, чтобы людей не подойти. Ну, вот даже, давайте так, у нас тоже написано на улице Красина, 26 июля тоже стоит. 26 июля это сегодня. Да, это сегодня. А сегодня они туда не выйдут. Вот, скажите людям об этом. Потому что они делают улицу Лепсе на сегодняшний день. И вот та проблема, которую мы вчера вечером объезжали улицы и смотрели, проблема сталкивается не только, ну, почему затягиваются сроки работ, не только связанные с погодными условиями, а с людьми, которые ставят свои машины непонятно каким образом, тем самым перекрывают не только движение для транспорта, но и при этом удлиняют сроки выполнения работ. То есть, я не поняла. Ну, вот вчера, например, мы выезжали, один хороший гражданин поставил свою машину криво-косо. Тем самым перекрыл не только полосу движения, да, хотя заранее знаки, как говорит ГДМС на Лепсе выставляли. А что нет у нас эвакуаторов? Нет, есть эвакуатор, так эвакуатор опять за время уходит. Время уходит, время уходит. Время уходит, движение перекрывается, полосы перекрываются. Это же все время, это все время, а время – деньги. Андрей Юрьевич, глава администрации Перескоков, пожурил подрядчиков, дорожников, порекомендовал настоятельно использовать каждый сухой час для работы. А не прислушались к главе администрации? Ну, прислушиваются, конечно. Вот мы сейчас с Константином Сергеевичем как раз вечером делали объезд, даже за совместно видели, что, в принципе, вроде бы все ловят, и все вышли, и работа идет, и как раз ночное время. Сейчас они больше активизировались в ночное время. В принципе, я считаю, что ночное – это самое удобное время для строительства дорог, потому что меньше трафика автомобильного и так далее, более комфортно работать. А сколько после ливня нужно ждать, чтобы приступить дальше к работам? Они же могут… Сразу ведь нельзя? Нет, ну почему оно должно подсохнуть? Подсохнуть, потому что влага уходит с дороги, и дальше приступаем к работе, и все. Но это все зависит еще от основания. Если они не капитальные, если капитальное строительство, там другое уже, там должна и почва просохнуть. А здесь, на сегодняшний день, асфальтное покрытие, они срезают. И вот, например, по лепте, там проблема возникла, срезали-срезали, а дождь был сильный и подмыло сейчас возле автобусной остановки, если кто-то ездил. Проблемы, они всегда возникают во время строительства. Но мы сейчас можем с уверенностью сказать, что дорожники находятся круглосуточно на объекте? Ну, трудно назвать их круглосуточно, потому что вчера мы объезжали некоторые улицы, где дорожники обещают, что они будут выполнять работы. Их там нету. Нету, то есть они не караулят, они не ждут, когда дожди кончатся, когда просыпают. Проблема с улицей Луганской, в сторону улицы Упита, получается, на проспект строителей. Да, вот этот небольшой участок, но почему-то их там вчера не было, и никто работы не выполнил. Луганская в сторону Упита, это какая-то кольцовая. Вы не успели еще выяснить, почему это не было? Ну, там будет участок небольшой, который будет делать асфальтный, там капитальный ремонт идет полный. А что вы в таких случаях делаете, Константин? В таких случаях мы сообщаем, спрашиваем у дирекции дорожного хозяйства, уже заказчик разбирается с подрядчиками, почему они не были в этот день на своем рабочем месте. Пусть пишут либо акт, либо должен быть повод. А за это есть наказание вообще? За отсутствие. Нет, ну за отсутствие как такового нету, и главное, что по срокам. Ну вот мы вчера проехали, да, на Луганскую мы когда заехали, там было просто реально сыро, там видно, что заболоченная местность, она там не продувается, там деревья со всех сторон стоят. Я с подрядчиком уже сегодня разговаривал. Он говорит, ну как, я выгоню туда какую-то технику, у меня там все тонет, просто они насыпали щебень, а там вот так вот все ходуном. А щебень мы по-прежнему Чимбулацкий сыплим, да? Чимбулацкий. Чимбулацкий щебень. Родной, родной. У нас есть телефонный звонок. Давайте примем, и это будет последний звонок, который мы принимаем. Слушаем вас, алло. Алло, здрасте. Представьтесь и вопрос. У Абазанова, Зайрбек Гаджей, член общественной палаты. Андрей Юрьевич, к вам вопрос такой. Вчера едем по Октябрьскому проспекту, и самое главное место со стороны Воровской. Поворот на... Октябрьский, получается. И такая яма там находится, да. Передо мной человек даже бампер поломал, там оставил. Собирал. Что, когда мы эти дефекты будем устранять? Мы уже эти все дефекты зафиксировали, потому что это все после дождей, да. Это подмыло, эти все, ну, как бы подмыв дорожного основания произошел. Соответственно, все это фиксируем, и сейчас будем в течение тоже, в самый кратчайший срок в течение недели, там, максимум, я думаю, что все начнем устранять и засыпать, и каким-то ямочным ремонтом сейчас, ну, с главой завтра мы встречаемся, по этому вопросу будем обсуждать, откуда нам какие денежные средства передвинуть, и, соответственно, так не будем оставлять. Я сам видел, поездил сам на УАЗике, как говорится, и провалился там не то, что там, на другой машине там. Передо мной человек оставил там просто банкинг там. Ну, я поняли. Ясно, спасибо. Спасибо, Мюзер Викторович. Получили ответ. Две минутки у нас остается. Очень важный, на самом деле, вопрос. На прошлой неделе мы знаем, что приезжала лаборатория управления федеральных автодорог, при Камье, брали пробы. Когда будут известны результаты экспертизы? Ну, естественно, результаты будут либо конец этой недели, либо на следующие. На что это повлияет? Ну, это, во-первых, повлияет. Во-первых, у нас есть вопросы по Северо-Садовой, где ГДМС ремонт производил. Там, потому что с пробами есть вопросы. То есть мы не приняли Северо-Садовую? Нет, Северо-Садовая сейчас на сегодняшний день не принята. И вот интересно, какие пробы, какие результаты будут у Росавтодора по данной дороге. Основание для принятия как раз плохое качество? Основание непринятия данной дороги – это результаты неположительные по данному асфальту. Сделалась вырубка и не понравилась? Конечно, если она не подходит по стандарту, по норме, то значит, дорога не принимается у данного подрядчика. Вот здесь сейчас такая ситуация у нас произошла. Первая вырубка у нас делала нам ДМС-авиат Автодор. Она не прошла. Потом сделал Дорожный комитет. Она почему-то у нас получилась в нормативе. Сейчас ждем третья. А хотели же этого 3,3, чтобы лаборатория... И частейский судья, как говорится, и будем понимать, что у нас вообще, как бы... Сколько всего непринятых улиц у нас и перспективы, собственно, что с ними будет? Все улицы, которые были замечания, да, соответственно, подрядчики у нас устранили эти замечания. Где-то по толщине не проходило. Вот по Мира как раз, да, участок Мира. Соответственно, подрядчику положил еще дополнительные 3 сантиметра щема. Уже получилось за место 4,7. Ну, у них там 3,5 где-то там получалось. Чуть-чуть. Они буквально миллиметр там не входили в норматив. Вот. Они положили еще 30 сантиметров дополнительно. Соответственно, принесли убытки. Я думаю, что... Ну, скорее всего, что они там совсем, я думаю, что ничего не заработали, потому что там маленький объем совершенно. Ну, вот. Соответственно, они все исправили. Еще там, я не помню сейчас, у кого... Вот тогда вот у Капиталдора были, но они тоже все сразу же исправили. Они все срезали и сразу же новые асфальты. Да, а вот две дороги у нас не приняты. В Порошене это было. Две дороги у нас не приняты. Ну, это пока... Пока не будет результата... Нет, это пока улица Центральная, улица Северсадовая, да. Вот пока не будет результата со стороны Росавтодора на сегодняшний день, да. После этого будет дирекция дорожного хозяйства, я думаю, как заказчик, принимать какое-то решение. Либо принимать, либо не принимать данные дороги. Все зависит от результата лаборатории. Увы, далее мы не можем продолжать нашу беседу, потому что время истекает. Первая половина разворота передаем нашим новостникам, коллегам Эстафету. Спасибо, Андрей Менкин, Константин Сичихин. Через две недели, я думаю, соберемся тем же составом. Соберемся, да, конечно, до свидания. До свидания. До свидания.